Лютые морозы и обильные снегопады часто воспринимаются как стихийные бедствия. Однако именно они создают уникальную атмосферу любимого праздника. Пока не все горожане осознают, что уже совсем скоро стрелки часов унесут их в новый 2020 год. Не чувствуется. Снега нет, мороза нет, еврозима идет, а летом будет афролето. Не особо, но когда снег будет, обязательно придет. Из-за погоды нет абсолютно никакого настроения. Не чувствуется, что Новый год абсолютно. Первый год так. Плюс 8. В декабре это вообще нонсенс, по-моему, какой-то. Снега нет, настроения нет. У меня всегда настроение есть. Новый год – прекрасный праздник. Ждем новых чудес, новых впечатлений, новых путешествий. Как только появились елки, игрушки и вообще все украшения, конечно, сразу новогоднее настроение. И дома все уже это есть. Поэтому не может быть новогоднего настроения. Мы подходим, подарки присматриваем своим близким, друзьям. Город очень хорошо украсили. Мероприятия каждый день проходят. Поэтому, конечно, здорово все. Новый год уже совсем близко чувствуется. Также многие рязанцы признали, что из-за суеты последних рабочих дней не успели украсить квартиру к Новому году. Многие еще не доставали елки. Не говоря уже о подготовке праздничного стола. А ведь это один из главных рецептов новогоднего настроения. Радуюсь, что будет праздник, что как бы соберемся, отпразднуем. Ну, сам себе создаю. Не понимаю, как может быть оно появится или исчезнуть. Его нужно создавать. Пробую, конечно. Планирую себе отдохнуть, на коньках покататься. Опять же, если снег выпить на лыжах, сходить в лес. Я думаю, что надо в себе хранить. Это хорошее настроение всегда. Поэтому не будет таких вот моментов, когда будет плохое настроение. Надо быть просто добрым изнутри. Сходить с ребенком на утренник, на новогоднюю елку. Там всех веселят. И взрослых, и детей. Родные и близкие люди. Они помогают. Как-то дух поднимается, и то, что все рядом, какое-то тепло. Внутри человека, мне кажется, должно быть. Просто надо думать о хорошем. Вспоминать своих родных, близких, радоваться вместе с ними. Даже тому, что сегодня день какой прекрасный. Ну, ничего, снежок, издать снега. Вдруг пойдет. Вот это будет сказка уже у нас. Не радоваться причин нет. Встали, слава Богу, за все. Живы, слава Богу. Новый год впереди, слава Богу. Работаем прекрасно, слава Богу. Люди кругом красивые. Рязань у нас новогодняя. Все великолепно. До наступления Нового года осталось всего несколько дней. В городе уже идут праздничные мероприятия, которые продлятся вплоть до 7 января. А значит, почувствовать дыхание праздника сможет каждый желающий. Хочу пожелать всем здоровья, самое главное. Ну и денег побольше. Отметить на высоте Новый год. Мы же новогодняя столица. Будем стараться, чтобы соответствовать. Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает вам счастья, удачи и здоровья в Новом году. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».